Добрый день, уважаемые саровчане! Мы продолжаем с вами в режиме, в нашем, которому уже договорились, в ежедневном, а в последующем, я думаю, что три раза в неделю мы оставим эту информативную с вами связь и будем давать вам сводку и достоверную информацию из первоисточника, но вот сегодня на 13 мая. На сегодняшний день у нас с вами нарастающим итогом зарегистрировано 79 человек больных, это плюс один за истекшие сутки, 79 больных. Кто этот один человек? Вот это очень показательно. У нас заболел человек в празднике, посчитал, как раньше у нас многие считали, что можно лечиться самостоятельно, праздники переждать и после праздников обратиться к врачу. Буквально вот эти пять дней лечения самостоятельного на дому привели к тому, что после праздников он уже в тяжелом состоянии вчера поступил в клиническую больницу. На компьютерной томографии было явно видно уже поражение легких, причем коронавирусной инфекцией. И он в тяжелейшем состоянии сегодня отправлен в Приволжский окружной медицинский центр, который, напоминаю, мы, вернее, к нему прикреплены и направляем туда тяжелых больных. Таким образом, у нас на сегодняшний день уже два наших царовчанина находятся в тяжелой форме, переносят заболевание тяжело, и оба находятся на лечении в Приволжском окружном медицинском центре. Но при этом есть и очень хорошая информация. Вчера мы подвели итоги вместе с медиками всех, кто выздоровел за праздничные дни, кого выписали фактически на вчерашний день, и они считаются полностью выздоровевшими от коронавирусной инфекции. Это еще плюс 14 человек. Причем среди них есть лица, кто болел не только в легкой, но и переносил заболевание в средне-тяжелой форме. Таким образом, нарастающим итогом у нас с вами выздоровело от коронавирусной инфекции в городе уже 31 человек. 79 больных, 31 выздоровел. На сегодняшний день остаются больными 48 человек. Из этих 48, значит, напоминаю, двое тяжелых, они в Нижнем Новгороде в больнице, и оставшиеся на дому и в нашей клинической больнице. В клинической больнице из них 15 человек, и 10 из этих 15 переносят заболевание в средней степени тяжести. Остальные пятеро в больнице и оставшиеся все на дому – это легкая форма. Вот это как раз та часть, к которой мы всегда стремились и которую мы считаем, что мы добились. Что у нас все-таки преобладают легкие формы. Те, которые проходят в средней степени тяжести, поддаются хорошему, качественному лечению. И мы видим, что эти люди выздоравливают, рассасываются их очаги в пневмонии, в воспалении легких. И мы видим, что идет хорошее выздоровление. Поэтому, с одной стороны, у нас очень позитивно. У нас 31 человек выздоровел. Это очень хорошо. Но двое тяжелых – это как раз показатель того, что люди, а они оба у нас, не хотели вовремя начать лечиться, не обратились вовремя к врачу, начали лечение самостоятельно. И вот это тоже этот итог. Мы тоже его видим. Причем у первого тяжелого больного уже из контактных. У него в контакте была его жена. Она тоже уже на сегодняшний день выделяет коронавирус. То есть мы видим, что такие люди подвергают опасности не только себя, но и своих близких. И именно из контактных. Напоминаю, у нас сейчас идет основная заболеваемость. Поэтому мы продолжаем с вами внимательно наблюдать за цепочками, выявлять контакты, проводить санопедрасследование. И таким образом выявлять в этой когорте людей больных, желательно на более легких формах, чтобы они легко поддавались лечению. При этом у нас вот тех самых людей под наблюдением на сегодняшний день 78 человек. Я вчера говорила, что добавилась большая группа лиц из нашей войсковой части, которые проконтактировали со служащим, который заболел. И сегодня я могу с радостью констатировать, что они все протестированы на сегодняшний день. Они все отрицательные, но тем не менее пока еще находятся дома на карантине. Это положительный тоже момент. Но при этом многие горожане говорят, что нет, такой уровень заболеваемости и отсутствие признанных нами тяжелых форм от коронавирусной инфекции, это не плод совместной нашей с вами работы, вами по соблюдению мер, нами по выявлению и расследованию, медиков по лечению и так далее. А это, мол, потому что проводится очень мало лабораторных исследований. Вот если бы мы больше лабораторных исследований проводили, тогда бы и заболеваемость была выше. Давайте посмотрим эту статистику и проанализируем ее. Лабораторные исследования самостоятельно, я сейчас беру только лабораторные исследования, проводимые только нашими лабораториями. Сначала, вы помните, я говорила, что действовала лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии. И потом на определенном этапе присоединились еще и силы и мощности лаборатории клинической больницы 50. Вот фактически весь апрель и истекший период мая у нас проводили исследования только вот эти наши лаборатории. На сегодняшний день мы подытоживаем и говорим, что в целом они сделали за этот период 3987 исследований. Разделите это на истекшие 44 дня, вы увидите, что это достаточно большая цифра. Мы значительно превышаем норматив Минздрава, который говорит о том, что на 100 тысяч населения мы должны делать 70 анализов в день примерно. Мы фактически на сегодняшний день, но и мы такую марку держим уже последние три недели, мы не делаем в день меньше, чем 150 анализов. И люди удивляются, вот 150 анализов каждый день делают, а кому же они делают, а мне вот не сделали. Я вот кашляю, чихаю, врача вызвала, а мне не сделали. Это просто безобразие. Я сходила в магазин, я тоже мог заразиться, и мне тоже, значит, нужно сделать эти исследования. Логика простая, я ее уже тысячу раз озвучивала, давайте еще раз ее проговорим. Есть категории лиц, которым обязательно нужно проводить исследования. Это лица с острыми респираторными вирусными заболеваниями старше 65 лет, все лица с сопутствующими заболеваниями, а также все те, кто был в контактах с больными, плюс медицинские работники, плюс еще есть категории лиц, которые проживают в различных учреждениях закрытого типа, такие как интернаты. И у нас такой тоже есть, теплый дом. Там тоже проводятся эти исследования. Плюс мы берем лиц, приехавших еще из некоторых очагов, смотрим их дополнительно, лица, которые были в командировках. Вот они у нас все охвачены. Ну, а давайте поговорим теперь про тех, кто не охвачен. Но они тоже переживают, и они тоже хотят, чтобы у них были взяты анализы на коронавирус, потому что они переживают, что их родные и близкие могут заразиться. Ну, во-первых, я хочу сказать в целом о статистике. Вот не было бы счастья да несчастье помогло. У нас в целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за период, пока мы с вами были на такой вынужденной домашней изоляции, снизилась на 30%. Она и так в апреле-май у нас низкая. Это месяцы, когда самая низкая идет заболеваемость у РВИ. Отболевают уже все гриппами и простудами зимнего-весеннего периода, и к этому периоду заболеваемость уже спадает. Так вот, если взять многолетнюю заболеваемость, то в этом году она еще на 30% меньше. То есть таких больных мало. Откуда тогда столько шума, что у нас болеет очень много людей, и у нас анализы не берут? Ну, таких людей уже немного. Это уже хорошо. Дальше мы смотрим клинику этих заболевших и видим, что тяжелых среди них нет. Это тоже большой показатель. Вы знаете, что сейчас одним из показателей выхода из ограничений будет и количество осложнений всяких всевозможных, подразумевая, что вдруг эти осложнения были от коронавирусной инфекции, просто им вовремя не провели анализы. Такой показатель тоже есть. И этого мы тоже не видим. Мы не видим большого количества внеболичных пониманий, которые мы наблюдали раньше. Это опять несчастье помогло. Люди сидят дома и друг друга меньше заражают. А что, если Иванову Ивану Ивановичу или Иванову и Маре Федоровне, условные имена, сделали анализ на коронавирус, но они больны, им что, от этого можно пойти на работу? Или можно ходить по магазинам? А что-то от этого меняется? Вот в плане заражения не меняется ничего. По-прежнему любой человек с любым острым респираторным вирусным заболеванием должен соблюдать изоляцию. И всегда так было. Только у нас люди почему-то привыкли эту норму убирать далеко и ходить с заболеваниями на работу, и общаться, и на дачу выезжать и так далее. Какое бы заболевание ни было, если вам сделали анализ, и он отрицательный, или его не делали вовсе, это совершенно не освобождает вас от того, что вы должны лечиться, находясь на дому, если вас не положили в больницу. Понимаете? Поэтому с этой точки зрения ничего не меняется. Человек болеет, он соблюдает меры предосторожности, он делает все для того, чтобы не заразить окружающих, своих близких. Ну а теперь про коронавирусную инфекцию, потому что больше печали именно об этом. Я думаю, что сейчас, когда у нас основное направление нашей деятельности будет направлено на то, основная наша работа будет направлена на то, чтобы выходить из ограничений постепенных, то, конечно, нам все равно нужно наращивать вот этот срез и понимать, сколько у нас и среди болеющих вдруг у нас есть коронавирусная инфекция. И мы сегодня разговаривали об этом с руководством клинической больницы. И мы, наверное, обрадуем тех людей, кто с этими вопросами обращается, что мы действительно сейчас, вот плюс к тем категориям, которые я озвучила, мы добавим еще отдельные категории лиц среди заболевших острых респираторной вирусной инфекцией для того, чтобы провести им анализ. Тем более у нас их не так много. Я уже сказала, что снижение прошло на 30%. Мы поработаем над этим. И мы добавим. И решение будет приниматься лечащим врачом. И если вы переживаете, кстати, вы можете обращаться еще и к заведующим терапевтическим отделением, и к заведующим поликлиникой, к которой вы прикреплены, где вы проходите ампулаторное лечение. Я думаю, что мы этот процент обследований расширим. Но вот на сегодняшний день только могу вам сказать по итогам прошедшей работы, что те лица, которые очень печалились, а некоторые нас прямо обманывали для того, чтобы их обследовали, придумывали несуществующие контакты с приезжими из Москвы и так далее, лишь бы пройти обследование. Но переживали за свое здоровье. Вот тех, кого мы таким образом обследовали, у нас среди них нет ни одной находки. У нас нет заболевших людей, просто которые живут спокойно в городе, не контактируют, никуда в опасные районы не выезжают, и больных в непосредственно своем близком контакте не имеют. И слава богу, что нет. Но обещаю вам, вот по согласованию с клинической больницей, мы несколько раз ширим этот круг и действительно сделаем. И я вам в своих выступлениях буду докладывать, и мы будем с вами анализировать, и посмотрим, кто действительно был прав, хотя нам не это самое главное, но самое главное, чтобы люди у нас не беспокоились, а те, кто заболевают, переносили заболевания в легкой форме и выздоравливали. Это самое главное. Итак, лабораторное обследование мы с вами обсудили, а теперь нам самое главное понять, что же мы будем с вами делать дальше. Значит, дальше у нас среди выздоровевших из 31 человека, сразу хочу сказать, что далеко не все выздоровевшие выйдут на работу. Вот, к сожалению, так. Потому что если в семье, например, болели двое, муж и жена, жена, допустим, выздоровела, а муж продолжает болеть. Да, жена от него уже не заразится, у нее уже есть антитела, иммунитет к этому заболеванию. Она не больна сама, и она не заболеет снова. Но она живет в доме, где есть выделение вируса. Значит, контактным путем она из этого очага, из этого дома, из этой квартиры может чисто механически инфекцию перенести на работу. Поэтому на работу такие люди не выписаны. И даже будучи здоровыми, им снова вручены постановления о соблюдении обязательной изоляции для того, чтобы они не были источниками заражения для других. Вот таким образом, вот в эти 78 человек под наблюдением, у нас по-прежнему входят лица, которые у нас уже выздоровели. Вот такой вот диссонанс у нас есть, и он будет. Мы считаем это очень важным. Еще я хочу сказать, что очень важно понимать, что на самом деле у нас сейчас нет подъездов, которые были бы опасны в плане заболевания. Мы уже с вами это проговаривали. Еще раз повторюсь, что Шверника 45, первый подъезд, за который мы очень переживали, очень удачно вышел. У нас там нет новых случаев и не было заболеваний, все контактные сняты. Там осталось у нас две квартиры, где еще есть заболевшие. И по квартирам в других домах мы тоже видим, что заболевания не передаются внутри подъезда. Люди используют все меры профилактики. И введенная сейчас система дезинфекции в этих подъездах тому очень хорошо способствует. Поэтому продолжаем меры профилактики. А самые главные из них все-таки это поездки. Вот мы с вами очень хорошо прошли праздники, но я считаю, что мы весь негатив от праздников еще не получили и не знаем. И поэтому некая тревожность у меня пока еще осталась. Потому что на самом деле были люди, которые не вняли уверением и уехали к своим родственникам достаточно далеко из Сарова. И вот они как раз, будучи контактными, могут нам некоторые сюрпризы преподнести. Но сами-то они заболеют. Это, значит, их полная вина и их полная ответственность. А вот то, что они еще вокруг себя могут кого-то задеть, вот тут мы обязательно эту информацию будем все отслеживать, будем под наблюдение брать, работодателями отслеживать тоже эту информацию. И я в том числе предлагаю и людям, которые имеют эту информацию, можете совершенно спокойно звонить и нам в Межрегиональное управление, и на горячую линию. Вот хочу сказать отдельно про горячую линию. На горячую линию у нас звонят многие люди со многими вопросами, но на горячей линии сидят специалисты ГУ и ЧС, которые четко знают свою работу, но не могут иногда разобраться в нюансах каких-то. Они принимают всю информацию и отвечают, наверное, достаточно правильно, но для некоторых совершенно непонятно. Они говорят так, информацию мы приняли, оставайтесь дома на изоляции, вам обязательно позвонят специалисты Роспотребнадзора. Кстати, точно так же отвечают на горячих линиях других территорий. Не подумайте, что это вот наша здесь Саровская выдумка. Ну и люди сидят дома на изоляции, ждут, кто же им когда позвонит. А никто не звонит, никто не приходит. Начинаются истерики, начинается непонимание, что и как делать. Вот я хочу всем объяснить, и мы поработаем еще и с ГУ и ЧС, все-таки, чтобы изменить эту формулировку, что на самом деле есть карантинные территории, приехав из которых нужно соблюдать самоизоляцию, на некоторых нет. За объяснениями вы можете обращаться к нам по телефону 793-28, правда, по нему все сложнее и сложнее бывает дозвониться, но, тем не менее, можно звонить по другим телефонам межрегионального управления, мы пояснения эти даем. На самом деле, я повторяюсь, значит, у нас в Нижегородской области есть 8 регионов карантинных, возвращаясь из которых вы попадаете на строгую 14-дневную изоляцию. Я только не могу понять, каким образом люди возвращаются с этих территорий. Вот карантинная территория закрыта на въезд и на выезд. Я считаю, что это просто нарушение, вот прямое нарушение правил, за которые должны следовать не только мероприятия, касающиеся изоляции, но и мероприятия наказания. У меня такое впечатление после разговора с некоторыми лицами, что люди специально ездят в какие-то карантинные зоны, чтобы получить еще две недели больничного листа и не выходить на работу. Вот прям вот четко у некоторых просматривается. Я вам хочу сказать, что в настоящий момент лица, которые самовольно уезжают на карантинные территории, высаживаются на самоизоляцию без выдачи больничного листа. Вот учтите это, пожалуйста. Это либо административный, либо еще какие-то проявления. Но никто не обязан людям оплачивать деньги государства за то, что они искусственно себе ухудшают условия. Вот прошу вас это еще раз усвоить. И еще у нас есть, наоборот, люди очень ответственные, которые все исполняют, законопослушные. И получается вот еще какой момент, и таких вопросов тоже очень много. Они получают от нас постановление. Постановление – это документ, основная канва которого подготовлена Роспотребнадзором. Она единая по всей Российской Федерации. Была создана еще тогда, когда приезжала основная масса людей у нас из-за границы. И у нас было опасение, что эти люди заболеют коронавирусной инфекцией. И там есть такая фраза, что лица должны ежедневно, дважды в день измерять свою температуру и звонить на телефон. И, как правило, указывается телефон скорой помощи 03 для того, чтобы о себе сообщать. Вот это давно уже прошло. А форма постановления не изменилась, и изменить мы ее самостоятельно не можем. И вчера мы разговаривали с руководителем нашей скорой помощи. Она говорит, вы не представляете, нам просто блокируют нашу работу. Вызовы людей принять не можем. По два раза в день звонят и докладывают о своей температуре. И очень переживают, что мы эту температуру не записываем, не принимаем у них эту информацию. Я обращаюсь. Уважаемые наши лица, находящиеся на изоляции, мы будем теперь еще раз предупреждать, будем говорить об этом, будем подписывать это в постановлении. Я вам очень благодарна за то, что вы такие исполнительные. Но на самом деле сейчас ситуация такая, что, находясь дома на изоляции, вы просто следите за своим здоровьем. И если вы считаете, что оно ухудшается, вот тогда вы обращаетесь к своему участковому терапевту. Или, если это не рабочее время, тогда на скорую помощь. Вот давайте это оставим так. Уважаемые саровчане, и еще один большой блок вопросов, который сейчас многих интересует. Все-таки, когда, в каком порядке будут выходить на работу те или иные предприятия, каким образом у нас будут отменяться те или иные ограничения. Я хочу сказать, что на сегодняшний день в нашей Нижегородской области нет пока ни одной территории, где сегодня или завтра уже бы начался первый этап отмены ограничительных мероприятий. Вот те шесть показателей, о которых я вчера рассказывала, они рассчитаны. И по Нижегородской области не хватает пока такого показателя, как снижение заболеваемости. Все-таки прирост заболеваемости достаточно идет большой. Причем он активно идет и в карантинных зонах, и в самой нашей ближайшей зоне, в Дивеево, и в Ордатове идет. Прирост заболеваемости достаточно сильный в последние дни. Поэтому Нижегородской области, главный государственный санитарный врач Нижегородской области, вчера говорили о том, что у них нет пока оснований для снятия ограничительных мероприятий. Но при этом есть отдельные территории Нижегородской области, которые более-менее стабильно и хорошо прошли эту ситуацию. В том числе они рассматривают и город Саров и ждут от нас наших предложений. И мы будем подсчитывать тщательно эти мероприятия, обговаривать это. И когда мы будем выходить на первый этап снятия ограничительных мероприятий, мы, конечно, будем об этом говорить. А то, что касается вопросов возможности работы тех или иных предприятий, напоминаю, у нас этим занимается оперативный штаб. У нас есть выделенные лица в администрации, которые отвечают на эти вопросы, принимают заявки и в том числе отслеживают, что эти предприятия могут работать. Напоминаю, что однозначно, пока вчера было очень много вопросов в этой части, у нас не начинают пока работать в городе парикмахерский, не начинают работать в бане и сауне. Это вот прям отдельные вопросы были. И не начинают пока работать кафе и другие предприятия общепита. Вот это пока полное табу. А постепенно, я думаю, что, конечно, мы будем к этому возвращаться. Но только возвращаться будем поэтапно с тем, чтобы не расслабляться, с тем, чтобы не получить на этом фоне новый резкий подъем заболеваемости. И я очень рада, что сейчас начали прогулки наши горожане. Но только наблюдаю, что делают они это неправильно. Они собираются большими группами, что делать нельзя. И если уж какая-то общая задача заставляет людей собираться группами, вот, например, люди едут, проезжая контрольно-пропускной пункт, значит, нужно соблюдать масочный режим. Он введен уже в Нижегородской области. Масочный-перчаточный режим, значит, нужно одевать маски. Я вчера спросила, почему вы не одеваете маски? Мне сказали, а все равно нас солдат попросит снять маску и показать лицо при проходе. Значит, надо снять и показать, а потом снова одеть. Потому что вы стоите в очереди, вы стоите с людьми другими, вы можете их заразить. И перчатки нужно для этого тоже, чтобы не заразиться самим, потому что мы трогаем с вами общие документы, которые передаем из рук в руки. И поэтому, соблюдая все эти меры, постепенно будем приходить к нормальной жизни. Я этого очень хочу и желаю вам тоже здоровья, вам всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok